Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Вечерний разговор». Меня зовут Александр Стукалов. А в гостях у нас сегодня человек, профессию которого представлять не надо. А в гостях у нас Константин Москович. Добрый вечер. Добрый вечер. Так, Константин, как у вас? На «ты», на «вы». Александр, мы столько кофе выпили вместе. Давай на «ты». Давай на «ты». Значит, давайте будем... А теперь я себе представлю. Артист. Я считаю, золотой наймолдовы. Ну, пусть будет это ваше. Ты не согласен с моим таким... У меня очень высокое звание, золотой наймолдовы. Тем более, которое вызывает у некоторых раздражение. Поэтому я предпочитаю... Ну, не знаю. Такая наша страна. Некоторые радуются, а другие... Нет, у кого? Хорошо. Вопрос-то и в том... Да, у нас много... Но сейчас слово «най» и «молдова» и «ты» – это синонимы. Ну, я не скрою. Приложил, конечно, я очень много усилий к этому для того, чтобы, во-первых, нашу республику Молдову, музыкальную часть республики узнали не только за пределами, скажем, ближнего зарубежного, но и очень дальнего-дальнего. Если учитывая, что я не выступал только в Австралии и в Индии... А в Новой Зеландии? Выступал в Новой Зеландии. В Велингтоне где-то? Да. Да, да. Но я даже умудрился выступать даже за полярным кругом. За полярным кругом. Значит, когда минус 70 – это прииски «Газпрома», концерт, выездной концерт для работников, скажем так, газовой промышленности, которые добывают газ. То есть прямо за полярным кругом? За полярным кругом. Почему? Потому что даже показывали отметку. И мы еще вертолетами летели еще туда, дальше. Найя не прилипала? Нет. Ну, выступали мы, конечно, в закрытых. Очень, кстати, комфортабельные условия для них. Дома все на сваях. Фундаментов там нет. Почему? Потому что можно только врезаться в промерзшую. Холодильников тоже не было. Почему? Потому что нам показывали естественные холодильники прямо в... А белых медведей не видели? Нет. Белых медведей они не видели, потому что были, ну, естественно, мы были в поселке, где много людей. Кстати, там живут одновременно полтора тысячи человек. Наши есть? Да, встречал Молдаван. Где наш? Где наш? Молдаван нет. Знаете, уникальный случай. 1988 год на гастролях с Анатолием Киряковым в Мозамбике. Это когда ты в группе играл у Киряка? У Киряка, да. Я играл в группе. Как группа называлась? Просто группа под руководством Анатолием Киряка. 1988 год. Гастроли... 89 год. Гастроли в Мозамбике, в Африке. Там, где известные, скажем так, происходили действия Айболита со всеми крокодилами, со всеми бегемотами. Да, но так нам рассказывали, что именно это место было взято как основа этой известной, скажем так, сказки. И вдруг в посольстве обнаруживается гражданин Молдовы, который работал там. Ну, это, правда, еще в советское время, ты же понимаешь. Ну, да. Для нас это было очень удивительно, когда мы услышали нашу речь аж в Африке. А в ЮАР ты был? В ЮАР мы были, выступали, ну, скажем так, нелегально. Почему? Потому что в то время... В полном смысле слова. В то время не было дипломатических отношений, и они даже конфликтовали. Ну, какая-то странная у них война была, потому что прииски алмазов, если ты знаешь, они находятся в очень близком, скажем так, граничат. И часть в ЮАР находится, часть в Мозамбике. Днем, скажем так, тихо, спокойно, по ночам они стреляли друг в друга. Но получилось, что человек, авиакомпания, которая работала в ЮАР, днем они привозили гуманитарную помощь. Мы подружились с ним, и он нас пригласил, скажем так, несколько музыкантов, слетать к нему домой. Можно просто? Да, просто слетать к нему домой. Мы сели... А что, самолет был реактивный или винтовой? Нет, винтовой самолет такой, по-моему, на 12 мест. Ну, такой, который помощь привозит. Нас несколько человек сели. Мы сказали, что мы пойдем погуляем по городу, в Мапуту, это столица Мозамбика. А сами рано утром улетели, вечером уже были обратно. И там у него дома устроили мини-концерт, как благодарен за то, что... А много народу было там? Ну, как бы, я так понимаю, что соседи, ну, я не знаю, человек 30, может быть. А вот барбекю они устроили такое. То есть выступали вы не в пустой зал? Нет, нет, конечно нет. Скрипаса, вот ты сейчас выступал в пустой зал во время пандемии? Я выступал, значит, я имел онлайн-концерт. Нет, нет, онлайн-концерты. Онлайн-концерты – это очень необыкновенное состояние. Это когда ты в бабочке, в белой рубашке с инструментом и в семейных трусах, допустим. Очень удобно дома, перед камерой. Было, не скрою, было такое. Ну, да, к сожалению. Ну, ты читал же, что недавно был скандал на экзаменах. Да, было тоже. Ну, да, судил, что всех служить, пожалуйста. Я думаю, очень много пикантных условий. Это условие и истории, может быть, с онлайн-обучением. Вообще, это, конечно, ужасно. Мы дали даже несколько концертов. Вот буквально год назад в поддержку нашей родной филармонии с симфоническим оркестром. Светлана Бивол организовывала, Михаила Гафицы – дирижер и наш известный филармонический оркестр. Мы давали концерт онлайн, чтобы напомнить людям о том, что музыканты работают, надеются и мечтают. Как ты думаешь, восстановят филармонию? Ты знаешь, я уже очень, ну, не знаю, я вообще-то оптимист по жизни, но вот все, что происходит и как происходит, это меня очень сильно напрягает. Потому что второй год пошел. Ну, да, там в Востоке еще там. Да, да, и ничего, я так понимаю, что даже не готовы документы, которые просто отражают, из-за чего загорелся пожар. Понимаешь, в какой цивильной стране такое может быть? Я слышал, что будут его сносить, вообще полностью снесут. Ну, насколько я знаю, новый министр сказал, что вроде хотят сделать проект, чтобы был и очень ультрасовременный, но обязательно какая-то часть памяти в таком старинном стиле. Сколько лет ты в филармонии работал? Я поступил в филармонию в 1985 году. 15 и сейчас почти 37 лет. Да, да. А ты помнишь, что первый концерт в филармонии, когда ты первый раз вышел на сцену в филармонии? Это была сдача программы. Чтобы ты понимал, разница между выступлением артистов или принятием на работу артиста в то время и сейчас очень большая разница. Значит, для того, чтобы ты попал в какой-то коллектив, ты должен был пройти обязательно отбор. Художественный совет и так далее, объявлялся конкурс, приходило, допустим, я помню, тогда пришло где-то 10 наистов. Это ты, а, ты уже с нами попал? Ну, я... А ты же у Хирика играл, до Хирика ничего, с удовольствием. Нет, 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 сначала моя музыкальная карьера профессионально началась в филармонии. Но, сколько я знаю, ты учился на аккордеон сначала, хотел. Это в школе, в музыкальной школе. Ты хотел учиться на аккордеоне? Да, да, это было. Это воспоминания из детства. А кто тебя направил на най? Ну, воля случая. Потому что, когда мне было 14 лет, я был в 8-м классе, наконец-то в моем селе Карпенена открылась музыкальная школа. Я прибежал такой весь в надежде, что я сейчас встану играть на аккордеоне. Но, естественно, преподаватель, который меня так отпустил сразу на землю, это Василий Бонзарь, который сказал, ты знаешь, для аккордеона ты уже старый. Потому что 14 лет обычно в первый класс набирает детей 6-7 лет. Ну, 8-ми максимум. Но я понял, в чем секрет был. И даже не обижаясь на него за это, потому что, в принципе, уже набор был отобран. А, закончен. А, закончен. А на инструмент най, который он должен был преподавать, никого не было. Не было вообще желающих. И для того, чтобы заполнить это место, он пошел на маленькую хитрость. И, наверное, так должно было быть. И он мне говорит, слушай, вот есть инструмент най. Если ты хочешь, это будет твой инструмент основной. Но второй инструмент будет аккордеон. И от большой любви к аккордеону я согласился. И благодарен ему до сих пор о том, что... А ты играешь на аккордеоне? Конечно. Играет, правда, на многом мире. Ну, начнем с того, что я играл, зарабатывал свои первые деньги на аккордеоне, не на нае. Это было... Мне было... По свадьбам? 15, да. 15-16 лет. И я всю ночь играл. Причем приходила рука, опухала так, что... Мама дорогая. Но свои, честно, заработанные от 25 до 50 рублей я имел. Ты знаешь, просто я видел, знаешь, в этом видео... В России есть такой дуэт, две девушки такие красивые с аккордеонами играют. Очень красивый инструмент. Нет, шикарный аккордеон. Звук аккордеона вообще, ну, это напоминание, знаешь, о французской таком ривьере, да, допустим. У итальянцев этот инструмент очень популярен, скажем так. У французов популярен. Про балканскую музыку я вообще не говорю. Это основа, это аккордеон. Правда, там есть аккордированный баян. Как бы на основе баяна, как бы со звуками аккордеона. Еще раз, как разница между аккордеоном и баяном? Ну, ты знаешь, практически никакой. Меха есть, басы есть, правая рука. Значит, на аккордеоне клавиши, ну, как для фортепиано, для того, чтобы было понятно. А там пуговички, пуговички. А так то же самое, да? Ну, как на гармошке. Гармошка и баян, в принципе, они одни родственники. Ну, так вот, я пришел... А как получилось, что я пришел в филармонию? После окончания Института искусств. Естественно, как каждый порядочный гражданин, я должен был служить в армии. В армии, конечно, мне не повезло. Я не попал в музыкальную роту, потому что это был специальный призыв, поздний. И уже надо было срочно добить недостающиеся кадры. Но, опять же, повезло. Я попадаю в город Николаев, в батальон связи. Так как я имел музыкальные слухи, естественно, куда? Связистом. Потом нам говорили, что нас готовят, допустим, в страны, не СНГ, а варшавского договора. В конце концов, мы оказываемся в Афганистане. Правда, мне очень повезло, потому что я не успел туда приехать, меня тут же отозвали. Сколько там дней пробыл? По-моему, дней 10. А, ну хоть что-то такое Афганистане усвоил. Походил, посмотрел. Были пару моментов таких, которые оставили свой след в жизни. Но так как закон был такой, что если ты находишься, по-моему, 3 месяца надо было находиться там, и только тогда тебе делали запись в военном билете, и это было, считал, что ты действительно находишься там. Почему? Потому что там же всегда же было покрыто... Да, тайной. Тайной. Подписку давал. Подписку давал сразу, в любом случае. И просто чистая случайность, опять же, человеческий фактор. Это я уже дослуживал в Бендерской крепости, кстати. Был начальником связи при дивизии ракетных войск. Стратегического значения. Сейчас можно тайно открывать. Тайно открывать, да? И в каком звании ты дивизовался? Звание младшего лейтенанта. Ага. То есть после института уже, да? После института, значит, была школа, сержантская школа в Николаеве. Сначала младший сержант, сержант, старший сержант, и потом 6 месяцев последней курсы, и уже увольнялся как младший лейтенант. Ты доволен, что ты был в армии? Или нет? Я персонально, да, доволен. Почему? Потому что все-таки армия научила очень многому. Я не знаю, что творится сейчас в армии. Мой старший сын не служил. Он был пацифистом. Или пацифистом. Да. От слова. Это наш юмор. Ну, я не знаю, по крайней мере, он решил для себя, что... Что не надо служить, да? Нет, он выполнял, естественно, он этот срок, он работал... Альтернативная служба там? Да, была альтернативная. Я даже помню, он какие-то выполнял работы и так далее, но он выполнил свой долг тоже перед Родиной. Вот поэтому. И в этом отношении он спокоен. Нет, а вот ты сам лично. То есть интересно было там. Ну, опять же, я тебе говорю, не забывай, что это очень прекрасный возраст, становление, скажем так, это не ранняя юность, да, уже более-менее зрелая. Да, мне тогда было... Вот считай, в 16 лет я поступил в Институт искусств, и в 24 года проучились, мне было 20 лет. И сразу в армию. Получается, в 20 лет я служил всего лишь один год. В 21 год я уже дембельнулся, и у меня за плечами был очень такой большой опыт. Во-первых, и география большая, общение. А сейчас какое у тебя звание сейчас? Ты знаешь, я не знаю, я что-то как-то никогда не интересовался. Послужив на ресницах. Ну, я знаю, что больше майора не дают. Не дают, да? Не, ну, в резерве, по-моему, не дают. Но музыкой ты не занимался в армии? В армии не занимался, но занимался. В смысле, до себя. На Хридион? Нет, на Найи. Мне привезли Найи в Николаев. И, в принципе, благодаря Наю вот такая получилась комбинация, что меня вытащили с Кандагара и отправили в Брестскую крепость. То есть, интересно. Но, знаете как, нас ночью по тревоге собрали. И увезли. И когда мы уже после семи дней в поезде поняли, что как поменялся интерьер и появились пески, и нас привезли в самую южную точку Советского Союза Кушка в Туркменистане, мы уже поняли, что мы уже приехали. Так ты еще на Кушке послужил, получается? Нет, мы не служили. Это была перевалочная база. Но ты оценил. Ну да. Пески, все такое. Ну да, конечно. Я после этого в 83-м году выступал в Ашхабаде. И как бы опять посетил Туркмению. Причем и в 85-м году, по-моему. Несколько раз я ездил туда. Но уже, скажем так, с мирными послами. Хорошо. Дай вернемся к филармонии. Филармонию. Ну и вот. Я после армии приехал. И в то время надо было обязательно отработать определенное время с того места. Меня послал колхоз учиться. Был большой прекрасный колхоз. Путь Ильича назывался. Колхоз-миллионер в Карпининах. И я по рекомендации правления колхоза был отправлен учиться в Институт искусств. После армии я должен был отработать год. Я честно пришел, отработал в ДК культуры села Карпинин. И вот. Что ты делал? Был музыкальным руководителем. Создал ансамбль. Очень известный в то время. Ну и вот как-то приехал. Название есть? Не, не помню. Ну мы играли так на какие-то смотры. А пластинки? Откуда пластинки ты что, Александр? В то время. Это 84-й год. Какие пластинки? Записи на моих-то фотках остались, нет? А есть, есть. Не знаю, надо покопаться, но что-то мы делали. Ну так вот. И к нам приезжает группа «Легенда» под руководством Юрия Садовника, к сожалению, покойного. А в группе играл мой сокурсник Анатолий Рыжкован, которого, к сожалению, тоже нет в живых. Очень жаль. И мы, я смотрю, слушай, ну такая группа получила массу удовольствия, там мальчик играл на «Нае». Я говорю, ничего себе, такая комбинация, этно-рок какой-то и так далее. Практически все, что потом мы начали делать с допши с дуб, Юрий Садовник делал еще в 80-х годах, чтобы вы понимали. И я уже после концерта подошел, мы с Анатолием начали разговаривать. Он мне познакомил с Юрой Садовником. И он так смотрит, говорит, слушай, у нас буквально через пару дней будет конкурс. Если хочешь, давай приходи, освобождается место. Я говорю, хорошо, я поехал. Там что-то меня спросили, что-то я играл на сцене, спросили, если я могу петь. Даже дали что-то, какой-то кусок попробовать, я там спел. Ну и потом объявили, что из всех претендентов, это уже потом Юра мне рассказал. Он говорит, я когда тебя увидел такого высокого, черного, худого, понял, что нам такие люди нужны. И вот благодаря какой-то личной симпатии, я очень благодарен Юрию Садовнику. Почему? Потому что это первый человек, который увидел у меня образ. Не просто музыканта, а как солиста, солирующего музыканта. Это две разные вещи. Одно дело играть и прятаться за спинами в оркестре друг против друга, скажем так. Другое дело, когда ты выходишь на ванцену. В наших молдавских оркестров есть, да, тоже? Что-что? Най присутствует в наших симфонических оркестрах или нет? Нет, ну это не базовый инструмент, это инструмент как солирующий. Конечно, есть. Есть, конечно, есть. Ну, в Молдавии, чтобы не было Найи, мне кажется. И он пользуется популярностью и часто играет там. Ну, конечно, конечно. Найи, я еще раз говорю, Найи уже такой инструмент, который не только в народной музыке, он и играет, и классическую музыку. Есть очень много талантливых людей, молодых людей, которые очень успешно играют. Я вспомнил про классическую музыку. В моей жизни был эпизод, когда Сэм Жаславский привез Кишнев в смоке. Да, тоже классика. Да, да. И вот мы пошли в ресторан Латайфас тогда, в ресторан, увы, закрытый час. Хорошее место было. Ну, да, значит, пошли мы туда. Ну, это наши музыканты же есть там этот трав небольшой такой. И вот, когда наш молдавский музыкант стал на цимбалах играть лунную сонату, они открыли рот, фотографируют, подозвали Сэма, сказали, дайте вас всем им, для семьи, от нас лично билеты на концерт. То есть, понимаешь, ибо того, как они пытались, то есть это просто они были ошарашены, что можно играть любую музыку на разных инструментах. Ну, во-первых, не забывай, что сама Молдова – это кладезь талантов, интеллигенции. Ну, по крайней мере, это было так. Мне сложно сейчас сказать, почему. Потому что, ты видишь, все очень сильно меняется, очень много людей, к сожалению, интеллигенции уезжают. По ряду объективных причин. Но, в принципе, это всегда была колыбель очень талантливых людей. Наверное, сам климат, вино, еда, кофе. Почему бы нет, да? Да, согласен. Согласен, да? Не возражаю. Не возражаешь. И очень много талантливых и очень громких имен, которые не просто прославились, а выходцы из Молдовы, которые, он, в Голливуде известный. Ну, да. И куча, куча, куча людей. Ну, да. Мельсто. Ты композитор? Ты знаешь, вот давай, наверное, внесем ясность сразу. Я не считаю себя композитором, хотя, естественно, я закончил и лекции композиции. То есть ты музыку сам пишешь? Вот кто-то сказал, что композитор, да, и вот уже это прикрепилось. Клише такое, да? Да, клише композитора. Я не считаю себя композитором. Автор музыки, да. У меня есть кое-какая музыка, которая... Хорошо, а чем автор музыки от композитора отличается? Ну, я считаю, композитор, который пишет, ну, не знаю, монументальные какие-то произведения. Это симфонии, оперы, там, не знаю. А такие мелодии, вот, допустим, даже сингл или как его, которые в аэропорту, да, которые люди уезжают, приезжают и всегда приезжают под этот самый. Понимаешь? Да. Это в аэропорту. Ну, это просто попросили, я сыграл, да. Это можно назвать глобальным произведением? Нет. Но, тем не менее, оно очень популярно. Хотя денег за это не платят. Скрипаса, как тебе пришла идея в голову? Ты, я знаю, ты сделал антологу азербайджанской музыки. Как это пришло тебе в голову? Знаешь, опять же, друзья помогли. Мы сидели с Вугаром Наврузовым. Он тогда возглавлял... Азербайджанскую общину. Азербайджанскую общину. И пили мы азербайджанский чай, заметь. Пили мы, да, правильно заваренной азербайджанской женой. Вугара. Ну, да. Да, и он мне говорит, слушай, маэстро, ну, слушай, все здорово и так далее. А ты не пробовал играть этническую музыку других народов? Во-первых, ты открываешь границы. Это другая культура. Это, во-первых, слияние молдавской культуры с той культурой. Я говорю, слушай, надо попробовать. И я записал первую композицию, которая называется Сэнгель Мэзволдун. Видишь, как я даже на азербайджанском... Сэнгель Мэзволдун. Я даже на азербайджанском хорошо говорю. И называется «Ты опять не пришла, если перевести». Это очень известная композиция. Я ее записывал с братьями Адваховыми. Адваховыми. И очень здорово получилось. Сережа Тяка тогда все это смикшировал. Игорь Мазуров сделал аранжировку. Вау! Совсем по-другому звучала азербайджанская музыка. И вот я начал собирать, собирать. И так получился альбом. Мы сделали презентацию. Была шикарная презентация. На презентации присутствовал господин Рейдман, который после концерта подошел и сказал, слушай, я все понимаю. Классно, здорово. А ты не подумал сделать антологию еврейской музыки? И вот так после этого родилась антология еврейской музыки. После этого родилась антология латинской музыки, которой была презентация, уже была в Америке. И даже диск был выдвинут на номинацию в разряд латинской Грэмми. Сейчас заканчиваю антологию турецкой музыки, кстати, на Найе. А у тебя не было такое интересное? Знаешь, какой-то проект называется «Музыка народов Бессарабии» на Найе? То есть, каждую музыку поиграть, потому что тут жили... Ну, в принципе, если так посмотреть, в принципе, да, в принципе, это те же самые антологии. Вот, допустим, азербайджанцы жили-жили, евреи... Не, ну по одной песне такой самый популярный... А, ну если собрать это просто как и так далее. Есть такая идея, почему? Потому что... Не будем сейчас говорить громко, чтобы не своровали идею. Есть мысли, такие были, да, у нас такие были. Но я хочу сейчас другую вещь. Благодаря моему хорошему приятелю Василию Киртока, который, в принципе, сподвинул меня на создание вот альбом «Ностальджи». Это в основном музыка наших композиторов, песни, которые звучали в 60-е, 70-е, 80-е годы. То есть, Шик Ралов играл, да? Да, в инструментальной версии. Понимаете как? Сейчас я вот закончил вторую эпопею. Значит, два года назад были молдавские хиты 70-х, 80-х. В этом году, буквально 21 декабря, будет презентация альбома «Хиты 80-х, 90-х». Правда, в концерт мы включили и некоторые песни 70-х годов. Очень популярные, которые мы хотим, чтобы они прозвучали. Хочу сказать, что весь этот период, 60-е, 50-е, 70-е, 80-е, вплоть до 90-х, действительно, это золотая кладезь нашей молдавской эстрадной музыки. Сейчас не пишет такую музыку. Сложно сказать, что не пишут. Пишут, конечно, пишут музыку. Но я не могу ее поставить на одни весы. Почему? Потому что определенный вкус, определенные критерии были тогда. И совершенно другое, что творится сейчас. Я не говорю, что не пишут. Пишут. Есть кумиры были тогда, и есть кумиры, которые сейчас. Но в мир технологий современных... Ну, спасибо. Играющий на най, в принципе... Спасибо. Вообще-то называется панфлейт, да? Правильно я понимаю? Ну, в Молдавии называется най. Во всем мире международное название панфлейта. Панфлейт. А почему это самое... Почему панфлейт? Нет, почему най, это именно народное такое? Я не знаю, откуда это название, честное слово. Потому что, в принципе, у многих народов мира най есть инструмент. Допустим, на Востоке ней называется. У турков ней. Правда, он такой длинный. И так далее. Называется ней, най, ней. В странах Латинской Америки, если ты знаешь, тоже там... Перуанцы, я знаю... Перуанцы, чилийцы, там как бы есть разновидности. Правда, они отличаются и как форма, да, и... Хотя звучание бамбука... Я видел вот такие тоже, много таких всяких разных размеров. Да, есть два-три ряда, как бы, в любом случае. Хорошо, а най, это сколько вообще их, вот, есть большой, малый, там, как это, саксофон имеет? Ну, как и на любом музыкальном инструменте. Есть най с малой октавой, которая начинается. Есть най три октавы имеет. Ну, в основном, это 24 трубки, 28 максимум. А у тебя какой? У меня разные. Разный? Да, у меня есть басовый най, да, с, допустим, с соль, малой октавы. Он используется в основном на произведениях лирических, которые ты хочешь более, ну, так, такое напряжение создать. И этот такой низкий бархатный звук, он помогает вот перенести в ту атмосферу, которую ты хочешь передать через музыку. Хорошо, да, сначала перейдёмся на рекламу. Давайте. А потом уже продолжим. Хорошо. Реклама, дорогие друзья. Ну что ж, реклама закончилась. А мы возвращаемся в студию и говорим. Знаешь, о чём я хотел сейчас поговорить? Значит, у тебя постоянно новые опыты. Эксперименты, я бы назвал. Ну, опыты, эксперименты. Это интересно? Наверное, поэтому я отличаюсь от многих своих коллег о том, что у меня нет стереотип, допустим, вот в одном направлении. Я чувствую себя тесно. Я хочу пробовать и делать эти музыкальные эксперименты. Почему? Потому что, мне не стыдно сказать, я до сих пор учусь играть на наи. Это очень уникальный, универсальный инструмент, который, мне кажется, не раскрыт до конца. И благодаря, скажем так, очень талантливым учителям, которые существуют... А кто тебя учил? Меня учил Васильёву. Так. Но, допустим, Иоанн Негур, который, допустим, целую школу развил наистов, талантливых наистов, он большой акцент сделал на классическую музыку. Понимаете как? И найзазвучал в другом совсем амплуа. Его ученики очень хорошо справляются с очень сложными классическими произведениями тоже. Для любого наиста, скажем, в разные времена были определенные критерии. Если раньше, если ты играл «Чо крылью» это считалось вау, то сейчас, допустим, я знаю, что некоторые замахиваются на более сложные произведения и действительно достигают высоких высот. А значит, это только классическая музыка и народная? Нет, ну почему? У меня жанр эстрадной легкой музыки. Хотя она совершенно нелегкая, как многим кажется. Как сказал известный музыкант, покойный Павел Гоя, наистов много, а вот те, которые со звуком, это редкость. Ну, насколько я помню, даже где-то вот тот одинокий пастух, который ты играешь в Грудинской Америке, там же тоже она есть, присутствует, да, у них? Ну, смотрите, эта композиция вообще уникальна тем, что написана она немецким композитором Джемс Ластом, первый исполнитель Георгий Замфир, но эта песня буквально околдовала миллионы зрителей. Да, весь мир. Да, и вот, не знаю, почему-то мы играем ее в Молдавии, и Молдавия считает ее чуть ли не гимном. Правда, многие путают, что это Дога, но Дога имеет другие очень прекрасные произведения, которые бесподобные и очень хорошие. А кто у нас длина и пишет композиторы музыку? Ну, конечно, есть очень... Ливи Штирба у меня есть произведение, Мариан Стырчик, который я играю в произведение. А что Мариан написал? Покойный Юрия Лябов. Вообще первый диск инструментальный мой, это был написан с Марианом Стырчей. Да, исповедующий. То есть ты играл в эту музыку? Ну, понимаете, как раньше я играл чью-то музыку, сейчас иногда пытаюсь писать какую-то свою, но опять же без претензий на композитора, подчеркиваю. Но есть именно твои вещи, которые тебе нравятся? Да, есть. Сейчас я работаю с очень, я считаю, очень перспективным, прекрасным человеком, прекрасный аранжировщик, музыкант, пианист Марик Асельский. Ага, ну знаю, Марик Асельский, да. Ну, конечно, конечно. Допустим, уже несколько композиций специально для меня он написал, которые очень быстро, даже я снял на одной из них видеоклип, и пользуются очень большой популярностью. Хорошо. А ты когда выступал в Латинской Америке? Да. Как вы воспринимали на Най? Это же практически... Ну, во-первых, начнем с того, что очень мне нравится. Мы поддерживаем связь с моими коллегами оттуда. Почему? Потому что стиль игры очень сильно отличается. Мы, не знаю, у нас Най, мы его превознесли на более профессиональный уровень, да. Там он остался на уровне античности. Может быть, это и красиво. То есть, на уровне народной музыки? Ну, да, может быть, да. Почему? Потому что там, в основном, играет только античную свою собственную музыку, которая, ну, народную, да. И она очень сильно отличается. У нас очень много техники появилось, у нас появилось очень много возможностей. Я говорю, технически мы, конечно, на несколько голов выше. А он совершенствуется, Най, или уже все, готов? Фух, конечно. Есть электронный Най, есть, это самое, с датчиками, есть хрустальный, и пластмассовый, и деревянный, и с разными видами. Хрустальный Най? Да, я видел хрустальный Най. И что, не можно играть? Или только для красоты? Ну, почему нет? Ну, я не знаю, мне кажется, это только для красоты. Да, он мне на день рождения, на 50-летие, подарил мой друг, вообще, я не знаю, как пол стенки твоей. Он больше декоративный. А сколько у тебя Найов? У меня пять. Пять? Да, ну, есть раритетный, это самый первый Най, который, покойный Захария, был первый мастер, который делал, официально признанный мастер, который делал Най в Молдавии. У меня от него этот Най, значит, он датирован 1973 годом. Первый, который, да? Да, он у меня сейчас как раритет, как коллекция, хотя... Как он звучит? Прекрасно звучит. Прекрасно звучит. Естественно, он, кстати, если говорит, а меняется ли инструмент, конечно, меняется. Вот я смотрю, мастер Александр Келиш, это последний мастер, с кем я очень часто работаю, который выполняет для меня эти работы. Он отличается по форме, там, тот первый Най, он более грубый такой, знаешь, и так далее. Этот более уже, знаете, как ограночка какая-то, там, специальные виды дерева, там, абрикос, это ободочек, чтобы был. И поэтому... А дерево звучит? Вот разное. Да, есть разное. Ну, во-первых, начнем с того, что и уникальное, и красивое звучание, это бамбук. Но в Молдавии бамбук не растет, ты же понимаешь. Да. И удочек на всех не хватит. Естественно, первые Най в Молдавии делались из бузины, допустим, я не знаю, из каких-то таких... А то у тебя такого нет? Пробовал играть на таких Наях? Я пробовал играть, но все-таки предпочтение отдаю бамбуковым. Бамбуков лучше, да? Они лучше звучат, да? Ну, да, я не знаю, другой специфический звук такой. Хорошо. Почему ты пошел играть в кино? Потому что вот мы с тобой были на презентации вместе вот до прошлой недели в Адарме, ровно неделю назад, в ГГУ. В Кишиневе. В Кишиневе это тоже были. Александр, ты знаешь... Что тебя побудило пойти в кино? Ну, во-первых, я не знаю, или человека, который не мечтает, попробуй себя в кино. Да, это он мечтает. Ты тоже хочешь, кстати. Очень хороший образ бы получился, бы человека, который варит прекрасный кофе. Вот я не знаю. Если у меня будет такая возможность снять какой-то фильм, я тебя приглашу. Спасибо. Кофе варить, да? Кофе варить, да. Ну, не только кофе. Ты же очень интересные истории рассказываешь. Хорошо. Связанные с кофе. Ну, да. Вот. Мой первый опыт был в юношестве, когда-то мне было, по-моему, 13-14 лет, не помню. Молдова фильм, снимала телевизионный фильм о молодых, скажем, ребят, которые мечтают уехать в Кишинев и получить образование, и вернуться в родное село. И я забыл вообще про этот фильм, забыл, что я снимался, но вот моя родная сестра, Надюша. Не, она нашла. Она нашла, она мне прислала на фейсбук. Если хочешь, я тебе пришлю. Пришли обязательно, это очень интересно. Пришлю вообще. Я там такой худенький, черный волос, и я там что-то рассказываю о том, что надо вернуться, поднимать. У меня в жизни был случай, значит, у меня тесть румын, покойный, значит, и когда-то он поехал в Буховину туда, где Херца, где молдавские и румынские села, и мы там супругой туда тоже поехали. Я плавал на пароходе, вернулся из сестра, и мы там поехали. А он подружился с каким-то жителем села, значит, и мы туда пришли в гости, и я на всю жизнь запомнил, там мальчик играл на кардионе. И он говорил, Кишинев, а для него Кишинев был. Это все меком, меком, меком. Вот это на всю жизнь, человек такой был пиетит, Кишинев, он хотел туда учиться, понимаешь? Ну да. Для него это было что-то. Это что-то был предел, конечно. Вот это интересно, вот это вот такое, понимаешь, как люди тогда стремились, Кишинев, потому что в Кишиневе была культура, тут был институт искусства, консерватория и все прочее. А вернемся к нашим, скажем, про кино. Когда Игорь Черков предложил, я с радостью моментально согласился, тем более он говорит, слушай, вот главная роль там туда-сюда. У нас были немножко, скажем так, поначалу трения насчет моей будущей спутницы по фильму. И очень я рад, что все-таки Нелли согласилась, Нелли Чабану согласилась, который... О, я не знаю, там был целый список кандидатур. Поэтому я ему сразу... Тоже певицы? Да, да, были певицы, актрисы, естественно, естественно и так далее. Как бы я сказал, что я не хочу диктовать свои условия, но я бы себя комфортно чувствовал бы с Нелли. Почему? Потому что Нелли обладает определенной харизмой. То есть вы на одной волне. Да, мы были на одной волне. Важно, что ты понимаешь, когда есть роли, тем более я когда почитал сценарий, там были роли откровения и так далее. Ну, не знаю, мне кажется, ты видел, мне кажется, все получилось хэппи-энд. Ну и, честно, что скрывать, заработать каких-то денег, правда, небольших. В эту пандемию, да. То есть это будет второй опыт. Ну, ты понимаешь, зарабатывание денег, наверное... Нет, я не пропад зарабатывания денег, а пропад съемок в кино. А, съемок, да. Ну как, видеоклипы это одно, да, естественно. Здесь, конечно, полный метраж. Я благодарен компании PMP и Игорю, и всей команде, и нашему главному оператору Вячеславу Чеботарь, Чеботарь, который действительно, ребята по пояс в воде, причем в холодной воде, весь день на съемок снимали. Фильм красивый получился. Я хотя бы сказал, добрый. Он добрый. Мы буквально недавно были в Приднестровье, делали презентацию. Во-первых, очень хорошие, скажем, отзывы оттуда, потому что многие люди подходили и говорили, мы давно, мы уже перестали видеть фильмы, где есть паузы между репликами, где есть вот какая-то душевная теплота, где нет смены картинок, которые постоянно мелькают, какие-то ба-ба-ба, тв-дв-дв-дв, и все. Он очень красивый. Там снята наша молдавская природа. Вот это самое главное. Ведь фильм признан к чему? Для того, чтобы показать, насколько богата наша музыка. А музыка, которая звучала там, она же тоже многонациональная, которая показывает, насколько многонациональный, многокультурен наш народ, который проживает в Молдове. Да, я сейчас хочу сказать, что это меня очень радует, вот эти вот все вещи, понимаешь, взаимопроникновение культур. Да. Вот это здорово. И, понимаешь, и доброе все. То есть, по большому счету, у нас люди добрые все. И мы живем, вспитывая себе, будем говорить, черты других наций. И так вот живем. Это очень здорово. Слушай, но когда музыка не имеет вообще ни национальности, ни вероисповеданий, а музыка, она объединяет, да? Почему национальная музыка молдавская несет на себя? Имеет естественный генетический код, который, что самое интересное, нравится очень многим другим национальностям. Тем не менее, мы всегда с удовольствием слушаем и другую музыку. Даже берем некоторые моменты. Если взять, я вот работал когда на донтологии еврейской музыки, у меня были иногда сомнения, слушай, это еврейская музыка или молдавская музыка? Все так сильно переплетено здесь. То есть, это за какое время была собрана музыка, вот эта донтология? Ну, в основном над донтологиями я работаю где-то минимум два года, два-три года. Ты где-то собираешь в архивах, у бабушек там? Ну, с азербайджанским альбомом было проще, потому что как бы было предложено произведение. Единственное, что я сохраняю вот эту свою кредо, я не беру известной композиции. Я делаю композиции, делаю известной, да? Да, я беру композиции и делаю известной. Ты меня спросил в латинском альбоме, есть ли Бесома Муча или Маленда Кафе. Нет, потому что они очень известной композиции. Допустим, в еврейской антологии я часть мелодии нашел здесь в еврейской библиотеке, а основную большую часть музыкального материала я нашел в Бухаресте, в этническом музее. Старинные записи, старинные, это самое, датирные 1903 годом. Музыка, которая играла именно здесь, в Басарабе. Мне тоже очень интересно, потому что тут у нас, получается, был еще осколок Российской империи. Да, а ну вспомни, Лещенко, Веркинский, да. Причем, которые были очень популярны в Бухаресте. В Лещенко, в Бухаресте. А я, например, сейчас увлекся, мне нравится музыка, межвейный период, бухарестская музыка, Кристиан Васильевич, Жан Маскарпол. Алаутар от тех времен. Ну да, это же настолько интересно, понимаешь, и они вот заходят сюда, и ты чувствуешь потрясающую такую мелодику, понимаешь, такое дело, что... Вот так надо знакомить, мне кажется, людей с другой, с музыкой, с картинами, с кухней, чтобы люди узнавали, понимаешь, не под палки учили язык и все такое прочее, а именно полюбив, да, вот это дело, вот тогда, понимаешь, тогда люди будут нормально относиться и к языку, не будут, как у нас по-разному, друг друга обзывают там, а люди будут... Ну, ты понимаешь, я считаю, что те, кто обзывает, это отсутствие культуры. Отсутствие культуры, согласен, да. Я не знаю, что творится, но вот расскажу тебе случай. День музыки 1 октября. Светлана Бивова, которую я просто обожаю, как директора, как человек-организатора, и просто как... Прекрасного человека. Да, как культурную личность, да, она говорит, Константин, вот есть лицей, ты бы не мог поехать выступить с музыкальным уклоном? Ну вот, День музыки, вот они, творческую встречу. Я, конечно, с удовольствием. Я приезжаю туда, значит, чтобы ты понимал, возраст участников, это где-то с 5 по 8 класс. Детей собрали, я выхожу, я... Уже взрослые? Ну, взрослые, но тем не менее, я понимаю, что они не понимают, кто к ним приехал. Я начинаю с ними знакомиться, играю, начинаю что-то играть, вижу, что зал еще не мой, почему? Ну, что кто-то в телефоне, кому-то интересно, кому-то неинтересно и так далее. Я понимаю, что надо менять немножко стиль музыки, общение. Я перехожу на другой уровень, опускаясь на их уровень, скажем так, и начинаю говорить, что я вот не очень-то знаю, как пользоваться Инстаграмом, там, Фейсбуком, и все это вижу, оживление. Ставлю песню более ритмическую, которая близко по этим темпам, бум-бум-бум, на Найя. Все, я их покорил. Потом они слушали и классику, они слушали и народные произведения, и все. Почему? Потому что главное привлечь зрителей. В конце концов, я пригласил их, все массово подписались на мой Инстаграм, на Фейсбук. Я к чему говорю. Каждая публика, да, и каждый, особенно что касается молодежи, надо иметь особый подход. Раньше не было столько информации, им было интересно. Вспомни наши годы, когда мы слушали пластинки на радиоматалке. Радиоманьяк послушает. Да, радиоманьяк, как радиоманьяк, мы слушали «Свободную Европу», мы слушали «Радио Румыния». Почему? Потому что я на границе с Румынией, и там ловила. Мы смотрели телевидение. Для нас это было вообще все что-то новое. Почему? Потому что они иногда пропускали... Голос Америки. Да, Голос Америки, конечно. Конечно. И тогда мы впитывали как губка, у нас не было много. Сейчас что творится? Сейчас очень много информации. И очень легко увести мнение и понятие, и воспитание. Чтобы ты понимал, у нас в доме, я не знаю, правда, сколько мы выдержим, но наш сын во втором классе, он имеет доступ к приложениям, к телефону или к компьютеру. Ну, я имею в виду, что поиграть и так далее. Всего лишь два часа, в субботу. Остальное не взломал еще пока? Нет. Остальное у него куча занятий. И это самое. Танцы? Нет. И фортепиано, и шахматы, музыка, и плавание. Спорт. Да, у него и футбол, и у него и кикбоксинг. То есть, все ты это контролируешь, чтобы они все этим занимались? Нет. Я контролирую, я стараюсь максимально тянуть то время поглощения интернетом его мозгов. У него доступ к компьютеру только тогда, когда надо получить какую-то информацию. Опять же, по теме. Это мы очень жестко контролируем. А вот расслабиться мы ему даем в субботу, когда у нас банный день. Мы с друзьями ходим в бан. Он ждет этот день. И он два часа, сколько мы паримся, вот он в телефоне. И то, я заметил одну вещь, очень интересную вещь. Он не смотрит все подряд. Вот, допустим, очень много есть научных, я считаю, интересных программ, где учат лепить из пластилина. Он мне когда сейчас... Я совершенно недавно обнаружил, что у него очень хорошая развита моторика. Он делает такие фигуры из пластилина, опять же, смотрит в компьютер и оттуда учится. Вот такие вещи я ему разрешаю. Все остальное нет. Правда, не знаю, сколько это будет подразумеваться. А ты заставишь ночью писать музыку или нет? Ты знаешь... Сможешь научить? Ну как, смотри. У него старший брат ему подарил электропианино. У него, помимо того, что он ходит на уроки пианино, у него проскальзывает. И вот недавно он меня заставил, он принес какие-то ноты. Но опять же, знаешь, как молодежь, они же умные, хитрые. Там есть дисплей, нажимаешь на клавишу, и у тебя появляется нота. И вот он быстренько там что-то наиграл и скопировал то, что написано там. Приходит мне и говорит, папа, ну сыграй мне, пожалуйста, это. Я говорю, что это такое? Ну это я написал. Ну я смотрю, слушай, логично есть. Причем в две руки уже. Хорошо. Скрипас, есть у тебя планы дальнейшие? Кино еще кому-то одно. Ну, слушай, в кино, мне так это понравилось. Ты знаешь, параллельно меня пригласили. То есть ты встаешь и пойдешь в актер? Нет, нет. Ну ты понимаешь, все-таки каждый должен заниматься своим делом. И этому надо учиться. Я хочу сказать, я не считаю, это наш был опыт, скажем так, в кино. Но будем мы с удовольствием участвовать. Будем с удовольствием участвовать, накопив этот опыт, который был сейчас. И, кстати, в этом фильме снимался всего лишь один профессиональный актер. Это сын Кости Харета. Это сын по сценарию Нелли. И девочка, моя дочь Соня, которая учится сейчас в Москве на театральном. Все остальные любители. Все остальные любители. Причем, ты же понимаешь, это любители, я даже не сказал бы любители. Это люди, которые вот, ну, вау, соприкоснулись с чем-то прекрасным, с кино. А роль учить тяжело было? У меня были проблемы. У Нелли проще, потому что так, как она учит песни наизусть, тексты, она очень быстро схватывала и так далее. Мне приходилось сложнее. Почему? Потому что это надо иметь специальные навыки для того, чтобы учить, запоминать. И поэтому хитрость открою, чтобы никто не слышал. Я учил так фразами, снимали фразами. Потом я учил следующую фразу и так далее. Это вот, когда у тебя с Нелли за костром сидите, разговариваете, да? За это время, да, за это время я имел счастье параллельно сниматься еще в двух картинах. Меня пригласил великий мастер Жиреги, который снимал «Пандемию МДМ». Но там проще, почему? Потому что я играл самого себя, музыканта. У меня партнерша была Дойна Сулак. И вот у нас был такой монолог там и так далее. Сейчас ждем. Этот фильм сейчас должен уже заканчивать, монтироваться. И в одном сериале я сыграл подсадного отца, да, или как бы псевдо-отца. По сценарию там надо было сделать, как бы, что я актер, профессиональный актер. И вот я изображаю отца у человека амнезия. Он не помнит, кто он такой, откуда он и так далее. Я как бы ему пытаюсь доказать, что я его... Да, это, ты знаешь, вот сейчас был такой всплеск в пандемии, благо этим международным европейским фондам, спасибо, они вот как-то впрыснули в нашу культурную жизнь. Так что смотришь, ты перестанешь концерт и будешь все больше и больше проводить на съемочной площадке. Нет, 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 нет. Это две разные вещи. Все-таки игра на най – это призвание, это дар Божий, поэтому я не... То есть призвание совершенно случайно, выбранная профессия, будем говорить, стала призванием всей твоей жизни. Да, да, да. Согласен. Ты доволен, что ты на най – играешь? Да, я очень доволен. Я очень доволен. Я не знаю, может быть, я был бы хороший в других профессиях, но в этом амплуа я себя чувствую очень. Серьезно, а кто у вас знаменитые наисты в мире есть? Много их вообще-то, вот мы знаем, знаменитых наистов. Вот ты знаешь. Ты знаешь, как тебе сказать, я бы назвал признанные, скажем так, люди, которые сделали очень много, да? Ну, Георгий Замфир, там Симеон Лука, Борис Руденко наш, Васильеву, Иоанн Негру, но он больше как преподаватель. Есть очень-очень куча и молодых, очень много, очень много талантливых людей. Поэтому школа най живет. И ты золотой най Молдовы. Я бы тебе так назвал. Ну, ты знаешь, я не могу запретить, многие люди так называют, но я еще раз говорю, я очень скромно отношусь к своей персоне. Поэтому мне очень приятно не скромно. Ну, ты же посол Молдовы в многих странах. И когда выходишь с найм на сцену, ты представляешь Молдову. Что, нет, что ли? Ну, так оно и есть. Так получается. Ну, да. Потому что, в принципе, никто из наших наистов столько по миру не поездил. Я на этот случай всегда говорю, надо оказаться в нужном месте. В нужный час. И иметь обязательно, помимо таланта, надо иметь еще очень большое везение в людях. Мне очень везло с хорошими людьми. Очень хорошо везло. Это продюсеры, это люди, которые организовывают массовые концерты. И опять же, любая встреча, она, знаешь, как бильярдный шар делает скачок, и ты встречаешься с другими людьми. Я хочу тебе сказать, для того, чтобы достичь этого уровня, я очень много работал. Это и бесплатные концерты, и бесплатные поездки. То, что я не могу сказать сейчас о молодежи. К сожалению, ты приглашаешь молодую начинающую какую-то певицу сказать, слушай, вот там надо для детей-сирот выступить. А сколько мне заплатят? Или, да не, мне это не интересует. Почему? Потому что мир Фейсбук и Инстаграм затмил всякие человеческие отношения, и всякие-то самое. Ей лучше сделать какую-то позу, собрать какие-то лайки. И она считает, что это предел. Но она не понимает одну вещь, что, в принципе, этот мир, он виртуален. Если нет контакта со зрителями, если нет контакта с концертов. Значит, еще есть такой нюанс, вот когда я как-то с Андрюшей Сакиркой разговариваю, я говорю, Андрюша, он же из села Подсорок. Я говорю, как ты попал в театр? Мальчик из Сорок. Да, как ты попал в театр? Он говорит, а нам в село приезжали артисты, даже с машиной играли. И то есть вопрос, с машиной играли, то есть я знаю, что раньше тоже концерты ездили. Александр, я тоже работал на прицепах, на грузовиках. Раньше не было во всех селах домов культуры. И хорошая школа в группе «Легенда» под руководством Юрия Садовника. Мы объездили всю Молдавию. И мы были обязаны выступить, допустим, в колхозе для колхозников, для рабочих, и не важно, что там клуба не было. Сцена делалась, два трактора подходили, ставили красиво два прицепа, и мы выступали. И я хочу тебе сказать, это были прекрасные времена. Люди хотели ходить на концерт. Они мечтали попасть на концерт. Культура была что-то... Ну, я не знаю, вау. Сейчас, к сожалению, происходит совсем другое. Сейчас деньги затмили все. Нет, сейчас политика. Политика и деньги все затмилили. Политика и деньги, да. Но я считаю, что... Шоу устраивается там, не здесь. Я, например, считаю, пока в нашей стране есть люди такие, как ты, которые готовы бесплатно играть, играть для детей, то не все потери в нашей стране. Я считаю, что это все будет продолжаться. Дай бог. Я в это верю. Я верю, что в нашей стране будет все хорошо. И мы неоднократно будем тебя слушать с этими разными... Инструментами. И с антологиями. И пить кофе. Да, хорошо, да. И смотреть тебя в кино. Просто мне интересно, как будто тебе посмотреть в другой роли. Интересно такой. Ну, хорошо. Или продолжение. А там, слушай, в этой роли, значит, ампула почти такой же получается, да? Ну, в смысле, где, в других фильмах? Да. Не, ну я там играл музыканта. И опять же говорю, это эпизодические роли. Это не было, как сейчас, вот главная роль, ты постоянно в кадре там и так далее. Нет, это были какие-то эпизоды. Как у киноактера еще, автограф не брали? Нет, ты знаешь, вот суперзвездой я почувствовал себя в Америке. Кстати, был концерт. И организаторы, ну, знаешь, там очень осторожно относятся к людям, которых они не знают или которые не имеют рекомендаций. Но за меня поручился очень известный наш молдавский музыкант, который живет уже много лет, прекрасный скрипач, живет очень много лет в Америке. То есть имеешь в виду Шрайбен, да? Эдди Шрайбен. Да, и он рекомендовал мне организаторам, которые делали концерт, там зал на 3,5 тысячи мест. Естественно, это был специальный концерт, в основном это было связано с еврейскими праздниками, и основная масса была евреев. А теперь расскажу историю, чтобы ты понимал, что происходит. Нам разрешились играть всего лишь две песни. Мы вышли втроем, трио, значит, Эдик на скрипке, Яна Най и Миша Бендоем, тоже, кстати, наш из Бендер, или из Террас, не помню. Ну, тоже наш из Молдавии, который живет и работает вместе с Эдиком много лет там. Мы вышли, сыграли всего лишь две песни. Это был эффект взорвавшейся бомбы. Во-первых, Най, который, ну, как тебе сказать, в еврейской музыке это кларнет, это скрипка, это голос, рыбая, но никак не Най. И здесь Най, который играет клейзмирскую музыку, мы играли, в принципе, клейзмирскую музыку, которая отсюда, с Молдавии. И это был просто взрыв такой. Нас не отпускали со сцены. Эдик Смис ушел, организатор тянет меня на сцену, говорит, вы должны что-то еще сыграть. Эдик говорит, мы не готовы. Я говорю, хорошо, я сыграю сам. Я от Либитум сыграл еще Дойну. Это был вообще просто. На второй день я захожу в магазин, там гиперсупермаркеты, знаешь, очень много людей. И вдруг люди, разные люди подходят. Они же очень, американцы очень открытые люди. Подходят. Я вас знаю, я был на вашем концерте, можно пожать вашу руку. Это было тогда. Я почувствовал себя, вау, какой я знаменитый. Что в прошлом году, в январе месяце, я въезжаю в Америку. Ну, опять я в январе-феврале поехал на съемки и в поддержку латинского альбома для того, чтобы делать презентацию. Человек, который проверяет паспорта. Афроамериканец. Заметь. Да. Афроамериканец. Берет мой паспорт, а я в маске, естественно, это уже прошлый год. Он смотрит, снимите, пожалуйста, маску. Я снял. Он говорит, оа, мэн, человек, я тебя знаю. Я был на твоем концерте еврейском. Welcome. Для меня это было вообще шок. Я говорю, оу, ничего. Вообще с Америкой, я вот знаю один интересный эпизод. Это описано в мемарах Лидии Липковской, которая, значит, когда пела «Метрополитен опера» в Нью-Йорке, говорит, она говорит, иду после премьера с бокалом шампанского, и, говорит, слышу родную речь. Бессарабцы. И одна женщина говорит, я вас слушала два раза. Сегодня в Нью-Йорке, а до этого в сырок. До этого в сыроках? Ну да. Ты понимаешь, вот, кстати, хорошо, что ты мне напомнил. Я выступал в Карнеги-хол. Это уникальный концертный зал, ты знаешь, который был построен в 1903 году. И первый концерт, который там игрался, игрался концерт Петра Ильича Чайковского, который прозвучал в этом театре с уникальной акустикой. Значит, есть хорошее правило. Значит, в холле, когда заходят люди, вывешивается флаг артиста той страны, откуда родом артист. Мне было очень приятно, что молдавский флаг... Там присутствовал. Там присутствовал, да, в момент моего выступления в 2014 году. Я об этом как бы не кичусь, не рассказываю, но вот из этих таких моментов, наверное, делается история по продвижению имиджа республики. Эдди рассказывал, лично мне, приезжал в Кишинево, что он там играет концерты тоже. И как-то его пригласили на какой-то остров, где очень богатые люди. Да, знаю. Я выступал тоже на этом острове. Вот, и он говорит, что... И, говорит, когда он репетировал, заходит мужчина тоже со скрипкой. Говорит, можно я с вами поиграю? Да, нет. Он говорит, а вы я? Он говорит, нет, я хочу поговорить для соседей. Говорит, вот скрипку купил, там, типа, несколько миллионов долларов, купил с Традивари себе. Он хотел убедиться, если это действительно золото, такая скрипка. А потом, под конец их репетировали, и тот говорит, Эдди вас спрашивают, а вы откуда? Он говорит, с Молдавии. Он говорит, откуда, с Кишинева, с Ботаники. С Ботаники. Человек, живущий на этом острове. На этом острове, миллионеров, да. И владея скрипкой с Традивари. Вот это я понимаю, понимаешь. Кишинев рулит. Вообще, уникальные случаи там в Америке были. Нас пригласили на частную вечеринку. Мы играли с Эдиком и с Мишей. В конце был сбор средств для постройки больницы в Израиле. Ну, как бы мы отыграли уже, какой-то кафе-концерт играем. И в какой-то момент, значит, мы уже перестали играть. Почему? Потому что начали уже собирать чеки люди. Ну, и подходит ко мне такая женщина, светленькая, ну, как одуванчик такая, светящийся буквально. Небольшого роста. И спрашивает мне, сынок, как называется этот инструмент? Я говорю, пэнфлют. Она говорит, пэн – это от сковородки? Ну, в смысле, как пэнфлют? Я говорю, нет, это от мифического героя. И краем глазом смотрю, она в руках держит чек на миллион долларов. Ну, пожертвование. Бабушка решила сделать пожертвование. Потому что, наверное, у нее было столько денег, что миллион для нее это было. Я так знаю, что у меня все... Ничего себе, миллион долларов. Она говорит, сынок, а можно я подержу этот инструмент? А я так знаю, что... Я говорю, нет проблем, а можно я ваш чек подержу? Она говорит, на. И так я подержал этот чек. Миллион долларов в руках. Миллион в руках долларов подержал. Она посмотрела на этот инструмент. Мы обменялись нашими подарками. И на этом все закончилось. Больницу построили потом там? Больницу, я думаю, что да. Почему? Потому что все, что делается там, делается на совесть. И не существует моментов, что может исчезнуть или не дойти. Ты же понимаешь. Я надеюсь, что у нас тоже так будет всегда. Ну, время покажет. Время покажет. Ну что ж, на этом мы закончим. Большое спасибо, дорогие друзья, что нас смотрели. У нас был золотой Най Молдович. Большое спасибо, Костя. Спасибо вам. Спасибо, да. Спасибо. Спасибо, да. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин